Следующая мудра руна, это руна рассвет, рекомендую использовать, это очень просто, на вот, это вихрь, полностью сжато, чуть больше, второй уровень, третий и распрямление вверх, идет на сюда и вот, вот так, ну, по желанию, но вот лучше вот так. Как это указание пробоя, нет, вот так, именно распрямление, главная идея, вот, выпрямляется, энергия идет и вверх, если сделать вот так, условно, и поднять вверх, и попробовать дотянуться до солнышка наверху, мысленно, интересное будет ощущение, наполнение, вот так, вот, энергия сразу начинает течь с руки. Вот, лесенка, подъем, рассвет, восход, вихрь. Я привязал к этому еще руну соответствующую, с тем же названием, скажем так, и с тем же функционалом, и это мой подарок вам. Чувствуем, и делаем сами, вот, перед собой и вверх, можно вот так вот почувствовать перед собой и направить на, либо хорошего человека, тогда он получит поддержку, либо не очень хорошего, тогда все вампирчики просто, ну, почувствую сам, что с ним происходит. Вот так, как, как отсечение вампирчиков всего плохого происходит. Ну, и плюс, к этому же, это синхронно с тем рассветом, что наложен на символе цельнозора. Потому что вот это, это тоже руна, ее можно, ну, она на пространство работает, то есть можно во внутренний символ как бы повесить на внутреннюю сторону своего эфирного тела. У нас есть сфера как бы внутри, а можно повесить тот вариант символа, который показал товарищ Сталин в фильме «Цирк», и проделать с собой то, что проделано с королевой Роя, с главной героиней. Там очень хорошая руна, много, сложная, многозначная, и символ там показан в балансе, не в момент запроса информации и обмена информации с контакта со вселенной, а просто баланс. Следующий, это ключ. Вот то, что показал товарищ Сталин на парашюте, это просто руна-ключ. Она активируется чуть иначе, вот так. Приведение себя в баланс, ну, это на любителя, это не рекомендую, скажем так. Я даю простые, понятные символы.